приветствую вас мои дорогие зрители мы продолжаем знакомиться с гроссхоппером сегодня у нас такой интересный плагин кто-то из вас возможно его уже знал пользовался им он называется наверное называется скаттер опять же в английском не силен состоит он из двух таких вот нодов не отображаются в этой вкладке в самой первой подгружается файл спешил фольдер с папкой компонентов мы качаем сайта еще покажу откуда папочки и закину архив точнее и закидываем там но это что другое вот в эту папку прямо в корень и перезагружаем гроссхоппер и у вас появится здесь такая вкладка скаттер рандом и просто скаттер где это все взять вот здесь то все взять официальный сайт food for rino здесь описание надо зарегистрироваться что он делает он в общем-то по факту и можно делать много чего но на мой взгляд что самое крутое и полезное вот на мой взгляд он садит деревья деревья растения траву вот у нас вот иллюстрации по идее такие два примера простых алгоритмов самых разбиваем сетку задаем точки в точках садится деревья и таким вот образом трава растительность какая-то очень здорово все это красиво можно сделать контуру ну в общем видно на картинах здесь что здесь можно скачать тут несколько вариантов этого плагина насколько я понимаю вот здесь можно скачать по моему это вот это да вот это вот ссылка это архив деревню архив в растительности то есть вот это в риновском файле у нас будет где-то сколько шестьдесят короче много деревьев сумме больше сотни будет сейчас откроется перспектива и к сожалению по человечески показать не могу потому что пишу на ноуты на миллионы полигонов она реагирует болезненно но растительность достаточно неплохая стал уже скачаете себя посмотрите то сейчас я через минутку сделаю небольшую паузу удалю все лишние деревья оставлю там какое-то одно и покажу как им вообще пользоваться так вот я вначале думал разобрать аналогичную простенькую схемку но потом решил что это просто бессмысленно потому что в принципе здесь вот как как тут она делается все расписано показано то есть два варианта по мэшу и по серфайсу берем мэш создаем в геометрии грасхопера подключаем в геометрии райна нода мэш из вкладки параметры или как там короче парамс плевать вот этот нод потом берем вот эту вот сетку она вот опять же у нас шла вместе с по-моему со скаттером называется мэш туплендс короче мэш в плоскость что ли что в этом роде и подключаю вот сюда в таржет плэнс короче плоскость тут айди это грубо говоря ваша геометрия то есть ее можно банально заменить обычным нодом геометрии вот то есть это вы выделяете ваше дерево он где-то тут она у меня одинокая стоит листья не видно короче неважно просто я ведь решил по вороному пустить мне интереснее стало подключили то есть по умолчанию здесь уже стоит параметр вниз и сюда включаете мод вот этот у нас обитает потом 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 ну чтобы включить то есть дальше смотрите что вот эти вот подключение скейла y мин скейл игре скейл игреком макс и так далее то есть масштабы по осям это же черт простите меня там еще на заднем плане видео рендерится поэтому тупит я сюда не подключал особо параметров много то есть если я возьму подключают связь меня будут одинаковые геометрии если по подключаю вот сюда моды то я смогу масштабировать в каких-либо плоскостях эти деревья то есть опять же чтобы они были разнообразные потом опять же вот rotation например 5 вот я забью поворот смогу регулировать поворот наших деревьев и т.д. упс это слегка не то я вообще не по ту оси пошел ну ладно пусть будет так и вот так вообще пофиг я отключу вот обращаю ваше внимание тут все понятно мы подключили у нас вылезет деревья обращаю ваше внимание вылезут деревья что если как только мы нажмем button у нас появится геометрия то есть я потом покажу на этом примере с вороным поэтому редактируйте задавайте повороты до того как нажмете button потому что только вы включите у вас она сработает и у вас уже будет геометрия то есть вам надо будет удалять к геометрию предварительно разгруппировав то есть выделив все потому что вы где у вас будет выделяться все вместе включая материнское дерево скажем так который вы клонируете и вот если вы выделили на разгруппировали простите а потом все выделяли это что сделал я я взял то есть вот нот включен конки то есть нот популяет 2d то есть двухмерное облако точек например вот я за я забил в него количество я забил в него слайдер для рандомности и подключил вороного сюда двухмерного мне захотелось мне не захотелось дублировать аналогично потом смотрите почему я взял вот нот area вот если я возьму вот так вот сделаю то у меня они будут по углам поэтому мне нужно нот area он выделяет точки то есть на поверхности поэтому нужно взять на нот area то где он тут не то вот центроид центр точки подключаем у нас 9 деревья получается вот здесь и дальше мы просто жмем button все наша геометрия готова сейчас можем весить чуть-чуть будет и уже к сожалению мы их не поменяем по-моему не повернем ну-ка давайте попробую rotate видите то есть я кручу сами объекты давайте я нажму еще раз button я я их уже не изменю то есть вначале вы задаете вращение а потом просто жмете button и все и сейчас я допустим хочу выделить иди сюда ну тут пикнул что-то миллионы полигонов по факту она даже вылилась я могу удалить и так далее и в чем фокус смотрите то есть опять же в чем плюс вороного этого самого то есть мы можем задавать свои точки то есть ведь вот есть вход points список точек мы набиваем точки геометрии и гроссхоппера с вороным вы уже работали надеюсь если не работали посмотрите там любые мои не мои видеоролики без разницы не принципиально главное чтобы вы знали как это удалить деревья миллионы полигонов сказываются все удалили круто теперь можем с тебя опять то есть настроить и масштабы и так далее и вернуть как было то есть подключаем эти пойнты к вороному вот и потом просто смысл том что мы сможем вот у нас и . где-то геометрия райна мы ее можем редактировать двигать в нужное нам место то есть в плоскости пространстве и так далее и по факту мы можем любую рассадку деревьев и грубо говоря вот скомбинировать взял например один тип дерева сделав одну сетку неважно вороной не вороной плевать просто точки как мы раскидываем даже без вороного на поверхности покидать потом с одними деревья потом взяли дублировали сделали с другим деревом и третьим и мы по сути получаем парк нам остается накидать только дорожки смоделировать в любой программе хоть в этой хоть там в архикаде в рэвите плевать хоть с кетчапе я просто не знаю как работает с кетчапом с архикадом отлично с рэви там тоже работает правда не знаю как не работал вот и в этом-то смысл собственно весь это можно удалить этот скучный горитм лучше делать все-таки свои то есть вот опять же то о чем я говорю то есть даже уже если вы не знаете абсолютно английского не понимаете математики то есть проработав какое-то определенное время внимательно следя за тем что вы делаете вы сможете хотя бы какие-то простые вещи но все-таки уже писать сами вот пройдет время и точно также ну и можно будет неплохо разобраться но все-таки лучше учить английский наверно все